МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кустанай прибыл шахматный караван. Торжественная церемония открытия состоялась в областном центре. В чем суть проекта? Снят без фильтров и прекрас. В Кустанай состоялся закрытый показ фильма «Тюльпан». Кинолента удостоена массы наград международного уровня. В рамках визита в США глава государства принял президента и генерального директора компании «ВАПТЕК» Рафаэля Сантану. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества с компанией «ВАПТЕК» в рамках модернизации железнодорожной отрасли Казахстана. Между АО «Казахстан-Тимиржола» и «ВАПТЕК» подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве. Кроме того, президент также встретился с генеральным директором «Сити-Групп» Джейн Фрейзер. Стороны обсудили направление расширения сферы деятельности американского финансового холдинга и подписали новое соглашение. Годовой план по привлечению инвестиций в Казахстан исполнен лишь наполовину. Это несмотря на то, что до конца года осталось всего три месяца. В экономику страны с начала года поступило менее 10 триллионов цинге, тогда как годовой план составляет 18,5 триллионов. Низкие темпы работы в регионах раскритиковал глава правительства Алихан Смаилов. В качестве примера он привел область Улы-Тау, где самые низкие показатели по инвестициям всего 54%. А в крупном финансовом центре страны Алматы результаты остались на уровне прошлого года. Пример отметил неудовлетворительную работу Акимата Южного Мекополиса. В своем обращении народу Казахстана президент страны уделил внимание развитию агропромышленного комплекса. У отечественной сельскохозяйственной отрасли огромный потенциал. И у сельхозтоваропроизводителей есть все возможности для того, чтобы выйти на новый уровень. Увеличить качество выпускаемой продукции и повысить показатель производства. В качестве примера глава государства привел Северо-Казахстанскую область. Аграрный сектор здесь развивается ударными темпами. Ряд производств построены по кластерной системе. Обязательная карточка региона стали модернизированные молочно-товарные фермы. В нашем регионе также взяли курс на строительство МТФ. Подробность в материале моих коллег. Президент страны в своем послании народу Казахстана акцентировал внимание на развитие агропромышленного комплекса. Важен переход от первичного производства к выпуску продукции более высоких показателей. Глава государства отметил сразу несколько направлений, которые в ближайшие годы должны стать приоритетными в сфере АПК. Это курс на развитие, что даст экономике регионов новый импульс. Перспективные для нас направления. Глубокая переработка мяса, молока, зерна. Развитие промышленного тепличного хозяйства. При этом нельзя забывать и о потенциале отечественных агропредприятий. Здесь показателен пример Североказахстанской области, где возводится более 100 крупных молочно-товарных ферм. В Североказахстанской области немало примеров успешных хозяйств. С их работой кустанайские СМИ познакомились в рамках организованного пресс-тура. Прорывным проектом по праву можно назвать «Холдинг Кассфуд Продакс». Здесь занимаются глубокой переработкой зерна. В сфере АПК это целый кластер. Цепочка начинается с выращивания зерна. Далее цикл его глубокой переработки. Итог – производство биоэтанола. Мы получаем пищевой глютен, который идет для улучшения качества муки. Также на колбасные изделия, кондитерские, биотопливо. У нас в основном биотопливо идет весь за рубеж. Мы экспортируем. То есть это Бельгия и Великобритания. Мы закрываем контракты. И также при производстве этанола мы выделяем газ, который мы жажаем и продаем. В проект инвестировано 40 миллиардов тенге. Создано полторы тысячи рабочих мест. Уникальность холдинга в том, что процесс переработки зерна здесь практически безотходный. В дело идет все. Из остатков производят комбикорм для своего же свиноводческого комплекса. А это уже комбинат, где ежемесячно производят до 30 тысяч тонн мясных и колбасных изделий. Предприятие обеспечивает мясными деликатесами внутренний и внешний рынок. В планах расширения производства и ассортимента. Хотят внедрить процесс производства замкнутого цикла. Сделать его также безотходным. Мы хотим поставить эструдер. Тоже будем перерабатывать на вторичные какие-то корма. Также корма для животных, для скота, крупнорогатого скота, свиней и собак-тошек тоже. Все это планируется. Консервный завод планируется на следующий год. Чтобы наше производство было замкнутого цикла. Не уходило без всяких отходов. Вся безотходная замкнутого цикла. В рамках пресс-тура показали одну из крупнейших МТФ в соседнем регионе. Такая ферма способна обеспечить молоком около 30 тысяч человек в течение года. Процесс производства полностью автоматизирован. В Североказахстанской области стоит задача возвести 100 таких предприятий. В нашем регионе также взяли курс на строительство и модернизацию молочно-товарных ферм. Такое поручение отдал глава региона. В целях снижения неправозависимости запланировано строительство как минимум 23 промышленных молочно-товарных ферм, на реализацию которой будет увеличено почти 105 миллиардов тенге. Впервые выделено 15 миллиардов из республиканского бюджета на строительство в шести молочно-товарных фермах. Когда эти фермы запустят полную мощность, то это позволит увеличить на 30% производство молока в организованных хозяйствах. Соответственно, это даст возможность увеличить нагрузку перерывающих заводов увеличивания с 70 до 86%. Местные сельхозтоваропроизводители делятся своими планами по развитию животноводства. Стремятся увеличить закуп КРС и объемы производства молока и мяса. К примеру, в хозяйстве в селе Архиповка, что в Миндокаринском районе, только за последние полгода производство молока увеличилось вдвое. Держим курс на развитие животноводства. В хозяйстве сейчас у нас 780 голов крупнорогатого скота в пределах 120 свиней, 120 лошадей. Увеличили поголовье коров. Было 210, сейчас 260. И вообще задачу ставим на перспективу довести поголовье крупнорогатого скота в пределах 1100 голов. И дойного стада будет где-то порядка 330-340. Расширение – это всегда новый импульс развития, а значит и новые рабочие места. Те, кто уверенно стоит на ногах, не остаются в стороне от решения вопросов в социальной сфере. Строительство жилья, ремонт школ, сельских ДК, для неравнодушных помогать малой родине стало доброй традицией. В целом в регионе есть все предпосылки для развития агропромышленного сектора. Ведь у руля предприятий стоят опытные сельхозтоваропроизводители. А инициативы бизнеса и гарантии государства – это всегда залог стабильного развития региона и повышения качества жизни населения. Лина Карелина, Руслан Джабаев, телеканал «Кустанай». Напомним, 5 ноября в пилотном режиме состоятся выборы акимов районов и городов областного значения. Голосование пройдет в пилотном режиме о выбранных депутатами областного масляхата районах. Итак, выборы акимов состоятся в Алтанцаринском, Карабалыкском, Федоровском, Денисовском районах и городе Рудном. Выборная кампания по закону продлится 51 день. В том числе 20 дней предусмотрены на выдвижение кандидатов, 25 дней на регистрацию кандидатов. После регистрации кандидатов сразу наступит предвыборная агитация, которая продлится 24 дня. К слову, Кустанайская область уже имеет опыт проведения выборов акимов. Уже несколько лет в регионе избираются главы сел и городов районного значения. Планируется, что с 2025 года выборы акимов будут проходить во всех районах края. В послании президента сказано, что власть на местах не только на словах будет принадлежать народу, а на самом деле это решает сам народ, кого выбрать во власть. Вот сейчас у нас объявили выборы акимов районов. Мы очень этому рады. Раньше вот не было этого. И тем самым вот президент подчеркивает то, что главное в нашем государстве это люди, которые должны иметь свой голос, которые должны решать все сами на местах. Человек, который просто приехал и здесь работает по направлению, по назначению. Пока он войдет в корею, пока он узнает людей, для этого нужен какой-то период, время для адаптации. А это все-таки сложно и для него, и для местных людей. А если люди выбирают своего того, кто им нужен, которому они доверяют, у него обязательно будет получаться. И это будет во благо местного народа, а значит и во благо государства, во благо Родины. Считаю правильным, что президент поставил задачу реформирования системы административного управления. Чтобы быть развитой стороной, нужны именно такие реформы, когда народ сам выбирает себе власть. Большинство коммунальных учреждений и жилых домов готовы к отопительному сезону. Запланированные строительные работы завершены. Тепловые сети и трубопроводы отремонтированы и проведены в порядок. На эти цели из бюджета выделено более 3 миллиардов тенге. В течение нескольких месяцев коммунальные предприятия города готовились к отопительному сезону. За этот период отремонтировано около 6 километров теплотрасс. Чтобы привести в порядок и уменьшить износ сетей из бюджета, выделили более 3 миллиардов тенге. Отопление в городе запустят, если столбик термометра в течение трех дней покажет плюс 10 градусов или ниже этой отметки. 15 котельных готовы к работе, сообщил руководитель отдела ЖКХ. Завершаются работы по теплоизоляции 7 километров 560 метров внутри портальных сетей. В мае текущего года проведено техническое обследование тепловых сетей предприятия, по итогам которого производство сетей составило 64,2%. После обследования ТЭК выделены средства в сумме 226 миллиардов тенге на разработку 15 проекта сетей документации для конструкции 5,8 километров магистральных и внутрипортальных сетей. Кустанайский КТЭК обеспечивает теплом около 80 тысяч жителей. Сегодня дебиторская задолженность компании составляет 867 миллионов тенге, более 470 миллионов из которых не выплатили горожане, остальную половину бюджетной организации и другие потребители. Аким города Мараджин Дубаев подчеркнул, что такая задолженность является значительной суммой для коммунальщиков и поручил начать разъяснительную работу с населением. Для КТЭКа сумма почти 900 миллионов тенге – это очень большая нагрузка, будем говорить так. Теперь, что касается среднемесячной заработной платы, вы сказали, на 27% поднялось. Это благодаря тарифам, я так понимаю. Если в прошлом году средняя была 180, в этом году 231 тысяча, ну и это невысокая зарплата, я так скажу, на том предприятии, где у вас сейчас трудится порядка, сколько у вас там, 600-800 человек? 700-600. Вот, более 700 человек. Поэтому, конечно, нужно тоже думать об этом. Теперь, что касается мазута, который требуется, надо приобрести, вы его должны заложить. А чтобы приобрести мазут, ему, Виктору Владимировичу, нужно собрать долги. Поэтому нужно помочь этому предприятию. Кстанайская теплоэнергетическая компания включает в себя три котельных и две тепловые электростанции. Общая протяжённость линии составляет 249 километров. Основным топливом для теплоисточников является природный газ. Задолженность за него превышает 100 миллионов тенге. В качестве резерва в компании предусмотрен мазут. Всего на хранении находится более 4000 тонн такого вида топлива. Впервые в текущем году были выделены бюджетные средства на проведение теплоизоляции тепловых сетей, где на сегодня завершается работа на 7,5 километров внутриквартальных сетей. По факту уже 7,52. То есть 99% уже заизолированы. Реализация данных проектов позволит снизить износ тепловых сетей, уменьшить тепловые потери и аварийность, а также улучшить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения. По подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов проводятся все необходимые мероприятия. ТЭЦ и котельные готовы к подаче тепла потребителям. Основные ремонтные работы на тепловых сетях завершены. Руководитель КТЭКа обратился к жителям города с просьбой о погашении задолженности перед компанией, так как именно своевременная оплата коммунального счета влияет на качество предоставленных услуг. Айдана Папанина, Алексей Руденко, телеканал «Кустанай». В Кустанай открыли филиал Казахстанской федерации «Шахмат». Торжественное мероприятие состоялось в рамках республиканского проекта «Шахматный караван». Сегодня он прибыл в наш регион и стал третьей точкой после Кукшетау и Петропавловска. Помимо открытий состоялся полуфинал турнира, победители которого отправятся в Туркестан. Подробнее расскажут мои коллеги. В Кустанай прибыл шахматный караван. Пожалуй, самое яркое спортивное событие сезона. Главная цель – популяризация шахматного движения в регионах. В основе идей же «Великий шелковый путь». Тогда предки не только занимались торговлей, но и развивали культуру, в том числе спорт. Именно поэтому организаторы мероприятия планируют объехать всю страну. Кустанай – третья по счету остановка после Кукшетау и Петропавловска. Сегодня мы проехали первую тысячу километров, чуть больше тысячи километров, и находимся в замечательном городе Кустанай, который нас встречает в прекрасной погоде. За мной находится юрта. В период 28 по 3 сентября на соревнованиях, посвященных Дню Конституции, был проведен в каждом из 20 регионов страны отбор, где отобрались 20 победителей. Причем допускались только спортсмены с рейтингом до двух тысяч. Чтобы было понятно, это кандидаты в мастера спорта и ниже. Это делает это мероприятие крайне доступным. Организаторы называют это мероприятие эксклюзивным. Такое в Казахстане впервые по пути следования каравана в регионах открывают и филиалы Казахстанской Федерации шахмат. Теперь играть будут больше, а значит и побеждать. Важно отмечить, что в Кустанае этим видом спорта занимается около полутора тысяч человек. Сегодня на большом мероприятии, на большом спортивном событии, которое проходит в городе Кустанае, сегодня здесь для любителей шахмат большой праздник под эгидой комплексного плана, который утвердило правительство у нас на 23-27 года. У нас федерация проводит в нашем городе такое большое спортивное мероприятие. Вы все знаете, что глава государства поддерживает этот вид спорта. Это дает новый импульс, новые возможности для развития шахмат в целом. В Кустанай живет немало прославленных спортсменов. Действует 58 секций, трудится 30 тренеров. С открытием федерации планируют активно развивать этот спорт в сельской местности. Планируем проводить турниры в селах, в районах, выявлять таких вот звезд из сел и потом привозить их в город и здесь проводить турниры. И таким образом достучаться, так скажем, или дойти до детей, которые в отдаленных районах. Честно сказать, мне передо мной эту цель никто не ставил, федерация передо мной эту цель не ставила. Это, наверное, было моим условием. Я сказал, что я в этом заинтересован. В первую очередь буду заинтересован и буду проявлять такую инициативу серьезную при одном условии, если мы коснемся наших детей. Причем детей не только в Кустанайе, но и детей в селах. Потому что очень много детей мы видим там, которые хотели бы развиваться и играть в шахматы. Самое главное, в рамках каравана все желающие могут принять участие в соревнованиях по молниеносным шахматам. Из 20 человек только трое поедут в Туркестан на гранд-финал. Победители будут ждать не только щедрые призы, но и слава. Важно отметить, что после Кустаная караван двинется дальше, в другие города страны. Любовь Аплачкина, Улжас Есинжигитов, телеканал Кустанай. Новшества цифровизации активно внедраются в работу полицейских. К примеру, для наблюдения за условно освобожденными сотрудники полиции стали применять специальные браслеты. Новый прибор позволяет полицейским отслеживать поднадзорных лиц с помощью планшета. Подробности в репортаже моих коллег. Сотрудники правоохранительных органов активно применяют новшества в сфере цифровизации. С начала сентября для отслеживания перемещения лиц, получивших условно-досрочное освобождение, используют специальные браслеты. К слову, надеть его на условно освобожденного можно только с личного согласия. Сейчас под наблюдением городской полиции находится 138 условно освобожденных. С начала сентября текущего года мы стали устанавливать электронные браслеты на условно-осрочно освобожденных лиц, состоящих под административным надзором. Электронный инструмент наблюдения принимается в первую очередь тем, кто постоянно нарушает условия отбывания наказания. Местная полицейская служба намерена взять под контроль осужденных, не выполняющих законные требования. Для этой цели выделено 10 электронных устройств. В настоящее время браслеты установлены тем, кто склонен к повторным преступлениям. Сам ремешок браслета нелегко снимается. Средство само легкое, не создает дискомфорта. Вода непрорицаема. Зарядное устройство рассчитано на несколько дней. И осужденные обязаны регулярно его заряжать. После надевания браслета каждое движение осужденного мы можем увидеть его через ДПРС. Вся информация будет на планшете у самого участкового инспектора. По своим свойствам браслет очень легок и незаметен под одеждой. Электронное устройство не боится воды. Стоимость браслета составляет более 400 тенге. В случае намеренной порчи электроники осужденной, что находится под наблюдением, оплачивает все расходы на ремонт. Стоимость 480 тысяч тенге. В случае порчи осужденного данного электронного браслета, непосредственно поступает сигнал инспектору. Инспектор по принятию сигнала выезжает по месту самого этого осужденного, где он находится. Составляет акт о повреждении данного электронного браслета и назначает экспертизу. То есть направляет данный браслет на обследование, где заключение дает либо было умышленное повреждение, либо там какие-то технические повреждения, то есть неумышленные. То есть в случае, если умышленное повреждение, то соответственно осужденный согласно договору, который они полностью подписывают его здесь, то они восстанавливают его полностью сами. То есть материально ответственными они являются. А в случае, если технического, там какого-то само повреждения, то есть самого браслета, независимо от самого этого осужденного, то соответственно фирма сама будет устанавливать. Решение суда на условно осужденного налагает ряд ограничений. К примеру, им запрещается выходить в ночное время суток из дома. В случае нарушения комендантского часа более трех раз суд может отменить свое решение и вернуть осужденному уголовное наказание. До браслетов, и в принципе не только до браслетов, и после надевания браслетов участкового инспектора, они полностью проверяют его, контролируют за этим осужденным. То есть проверка по месту жительства, проведение по месту жительства профбесед, регистрация в участковом пункте полиции. То есть полностью согласно ведомству приказа. Они осуществляют полностью контроль за ним. Если даже на осужденном отделе электронный браслет, в любом случае участковый инспектор обязан пойти домой, проверить его по месту жительства и, соответственно, провести с ним профбеседу. Непосредственно, с кем он находится дома, с кем он общается, кто находился у него дома. В любом случае участковый должен проверять его по месту жительства. Непосредственно браслет, электронный браслет, это как бы облегчает работу участкового. Однако браслет — это не панацея в работе с поднадзорными лицами. Он помогает отслеживать перемещение условно осуждённых, устанавливать факты нарушения наложенных судом ограничений. Но основная часть работы лежит на сотрудниках полиции, которые регулярно проверяют место жительства условно осуждённого, проводят профилактическую работу. В Казахстане ведут новые запреты на вылов рыбы в период нереста. Минэкология подготовила изменения в приказ о введении ограничений запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования. В частности, в приказ добавлены новые реки и озёра, где будет запрещена ловля рыбы в период нереста. На водоёмах города Аркалыка, Мангельдинского, Джангельдинского районов, Кустанайской области запрет на лов щуки, к примеру, будет действовать с 20 марта до 20 апреля. Сазана, леща, линя, судака с 20 апреля по 30 мая. Рыбы на лим с 1 декабря по 31 января. Как поясняется, поправки по использованию водных ресурсов были разработаны по итогам исследования, проведённого в прошлом году научно-производственным центром рыбного хозяйства. Все реки и водоёмы и сроки ограничений и запретов на рыболовство можно посмотреть на сайте «Открытые НПА», то есть где документ размещен для публичного обсуждения до 29 сентября. В Кустанай состоялся закрытый показ фильма «Тюльпан». Уникальная постановка, которая завоевала премию на Каннском фестивале. Картине уже 15 лет, но она по-прежнему покоряет сердца людей. На показе присутствовали режиссёр и актёры. Все они ответили на вопросы зрителей и ещё раз вспомнили историю создания картины. Фильм «Тюльпан» вышел на экран в 2008 году. Спустя годы список наград у постановки огромный. Можно смело сказать, такого зрители ещё не видели. Режиссёр Сергей Дворцевой главной роли у четырёх казахстанских актёров. Асхата Кучин-Черекова, Самалы Слямовой, Толлибергена Байсакалова, он да сын Бесикбасова. Закрытый показ собрал тех, кто уже не раз видел постановку и тех, кто смотрел кино впервые. Актёры и режиссёр сегодня на сцене Кустанайского кинотеатра делятся впечатлениями и рассказывают интересные моменты. Важно отметить, что снимали фильм «Четыре года» в казахстанской степи «В сильную жару». Актёры вживались в роль по-настоящему. До начала съёмочного процесса пробыли в юрте без благ «Цивилизации месяц». В постановке нет компьютерных эффектов, только настоящая жизнь. Режиссёр скажет, 80% всей картины – импровизация. Вот есть фильмы хорошие, плохие, средние, разные. А эта картина, она волшебная. Надеюсь, вы согласитесь со мной. Она такая, как будто её... Вот я смотрю, и ребята тоже смотрят. Мне кажется, и им, наверное, тоже, что как будто не мы это делали, как будто она сама так сложилась. Потому что там такая картина невозможна без какой-то помощи сверху, знаете. Потому что, ну как это получилось? Многие спрашивают, как вы это сняли? Вот вы сейчас спросите, как вы сняли, да? Я сразу говорю, что я даже и сам иногда не знаю. Мне скажут, дадут ещё времени, так, 5 лет, и деньги дадут, не знаю, там, миллион долларов. Давай снимай снова этот фильм. Я его не смогу снять как режиссёр, потому что он такой получился, вот такой, какой он есть, в единственном экземпляре, он неповторим. В этом году фильму 15 лет юбилей. За это время кинолента собрала массу наград. Одна из них – главный приз в конкурсной программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля. Актёры до сих пор помнят несмолкающие аплодисменты. После этого их стали узнавать. Кричали наши имена этих героев, там, Бонни, Аса, и приглашали нас, там, улица, ну, они огромные, огромные, да, и везде, ну, гулянка, там, я не знаю. И кричат, и мы идём такие, и такие, о, Бонни, Бонни! И вину, там, бутылки, в общем, мы, ну, вот такое вот пережили. Помимо награды в Каннах, плюс 9 гран-при других международных кинофестивалей. Ни одного эффекта, только реальная жизнь в казахстанской степи. Команда актёров, режиссёр сейчас объезжают много городов Казахстана. Уже были в Шемкенте, Алматы, впереди Караганда и Астана. Любовь Оплачкина, Родион Бабич, телеканал Костанай. На этом у меня всё. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok